Неизменным остается принцип работы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Именно так расшифровывается аббревиатура ДОСААФ. Организация, история которой насчитывает почти 100 лет, основана, чтобы готовить специалистов для вооруженных сил и народного хозяйства. Основной профиль ДОСААФ – обучение водителей и их данная структура. Ежегодно готовит около 50 тысяч. Процесс получения знаний для тех, кто пожелал сесть за руль, должен быть максимально качественным. Основываться больше на практике. Главная наша задача сегодня – подготовить наших руководителей и специалистов так, чтобы они не боялись подходить к обучаемому, чтобы они могли с ними дискуссировать, показывать, рассказывать и организовывать учебный процесс достойно. Почему мы приехали в Пинск? Потому что в Пинске хорошая учебно-материальная база, проферско-проподавательский состав. И вот я думаю, что они научат, помогут совершенствовать знания нашим руководителям. Практический подход эффективнее, чем получать знания в теории. Это признал каждый из участников сбора. А главное – усвоил для себя. Лучше своими руками разобрать все, видеть, что где находится беспособие. Когда разбираешь, запоминаешь, что как происходит и где что находится. Как раз видеопособие очень помогает практическому процессу обучения. Применимо оно и к подготовке будущих водителей. На что признается Иван Дырман. Ему подали идею российские автоледи. Между тем, организация ДСААФ продолжает развиваться и выполнять свои главные функции. За пять лет было приобретено 530 единиц техники. В различных регионах страны открыто почти 60 классов для обучения водителей. Показателем является и то, что сейчас 70% из них успешно сдают экзамены в ГАИ. Есть и другие перспективы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать подготовку водителей в школах. Сейчас мы работаем в рамках факультатива. В перспективе есть дорожная карта и мы будем работать в рамках профессионального обучения водителей. Я думаю, что в ближайшее время в кодекс будет внесена профессия водителей, как обязательная для школьников. Насыщенным для участников учебно-методического сбора был и второй день мероприятия. Они стали свидетелями товарищеского матча по мотоболу, познакомились со структурой, работой и достижениями пинского подразделения ДСААФ. Продолжение следует...